Проекты поддержки местных инициатив пользуются большим успехом и дают импульс для решения социальных вопросов. Не упустил возможность принять участие в этой программе и молодежный центр «Ровесник». ТОС «Ровесник» принимает участие в программе поддержки местных инсифов уже не первый год. Имеется успешный опыт. Так, в 2019 году был установлен комплекс «Воркаут», в 2021 году был установлен искусственный скалодром с двумя трассами «Болдеринг» и «Скорость». В 2022 году мы готовим проект по улучшению условий санитарно-ботовых помещений согласно современным нормативам. Одним из предметов гордости центра стало приобретение искусственного скалодрома. Скалодром – это единственный комплексный тренажер, позволяющий одновременно развивать все мышечные группы – растяжку, сухожилия, связки сустава. Также такая тренировка очень нравится детям. Мне нравится заниматься скалолазанием, потому что это физический труд. Не знаю почему, но мне нравится. Калификация, можно сказать, там есть скорость, трудности, болдеринг. Вот болдеринг я очень люблю. Теперь в спортивном зале центра «Ровесник» новый, соответствующий всем современным характеристикам скалодром. У него удобные зацепы, яркое покрытие. Уровень сложности трассы инструкторы могут менять самостоятельно. Поэтому заниматься здесь получится как у опытных спортсменов, так и у новичков. Следующий шаг по реализации проекта в рамках ППМИ в планах руководства – ремонт раздевалки и душевых кабин. Одних из важных составляющих материально-технического оснащения любой спортивной организации. Проект ППМИ центру «Ровесник» удалось реализовать благодаря старанию неравнодушных жителей и родителей, принявшим активное участие в программе, которые вместе с тренерами поддерживают и радуются успехам своих детей. Мы заходили в Zoom и голосовали, получается, много раз. И в этом году еще голосуем. Благодаря этой программе у нас есть теперь скалодром, получается, хоть кусочек, но и талона. И очень важно это болдеринг, потому что очень многие дети именно знают, получается, это, но нигде не могли опробовать. А теперь есть реальная возможность опробовать это, а не только смотреть в Zoom или в YouTube, получается. У них были онлайн там только курсы, а теперь есть еще и практика. На будущий год в планах центра приобрести ринг, чтобы воспитанники кикбоксинга и прикладного многоборья оттачивали свое мастерство. В молодежном центре «Ровесник» занимается более 500 детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Участие в проекте ППМИ дает ребятам шанс полноценно развиваться в физическом плане и в лишний раз общими усилиями сделать хорошее дело. Альбина Кашапова, Радмир Загидолин, телекомпания «Салават». Радмир Загидолин, телекомпания «Салават». Радмир Загидолин, телекомпания «Салават».